Первую запись в трудовой и, конечно же, первую зарплату получат в этом году сотни армавирских подростков. Это ребята, которые решили летом не сидеть сложа руки. Они будут трудиться на благо города. Например, приводить в порядок клумбы и скверы, а в качестве приятного бонуса смогут получить собственноручно заработанные деньги. Старт начала трудового лета 2019 дали на торжественной линейке. Поздравить ребят с важным событием в их жизни прибыли первые лица города. Вспоминаю себя в свои годы. Тоже работал в трудовых бригадах, но тогда не было вот такого направления в городе. Не было движения по трудоустройству через трудовые бригады. Мы работали в хозяйствах, которые были рядом расположены с городом армавиром. Ну и хочу сказать, много пользы и добрых вспоминаний и много вот таких теплых отношений. В последующем жизни это пригодилось, потому что появились первые друзья. Самое главное, ты как молодой человек понимаешь цену рублю. Мы все вместе живем в этом городе. Вы видите, сколько делает власть по поручению президента. Новые скверики, новые места отдыха людей. Но когда мы все вместе поработаем вот на этих замечательных объектах, когда вы приложите не только свою руку, но еще и сердце к тому, что происходит в городе, вы будете к этому городу немножко по-другому относиться. Потому что вы работали на этой земле. Вы приложили руку к тому, чтобы город стал еще красивее, еще прекраснее. Символическую трудовую книжку школьникам вручила руководитель Центра занятости населения города Армавира Галина Лаврикова. Каждый подросток позже получит и настоящий такой документ с официальной записью о трудоустройстве. Приятно, что сегодня молодежь не хочет летом просто отдыхать, а хочет работать, хочет зарабатывать деньги. Очень много желающих. Хотят работать, хотят трудиться и благоустраивать свой город, озеленять его, работать на благо своего города. Заработная плата достаточно достойная. Ребята работают в течение семи рабочих дней, выполняют задания по озеленению городских территорий, по уходу за памятниками, работают на адресах у пожилых людей, у одинокопроживающих. Ну и, соответственно, за это зарабатывают деньги. Зарплата за одну смену – около 4 тысяч рублей, средства из городского бюджета плюс доплата Центра занятости. Всего за лето будет пять таких потоков. В каждом из них будут трудиться более ста ребят. Марина Бартенева, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. Откуда берется свет, для чего необходимо электричество и что делать, если увидел оборванный провод? На эти и десятки других вопросов могли получить ответы юные участники акции «Безопасная энергетика. Счастливое детство». Интерактивный урок в ее рамках состоялся в среду, 5 июня в средней школе номер 14 города. Специалист службы охраны труда Армавирского филиала ПАО «Кубанинерго» Татьяна Поволодская в интересной и нескучной форме рассказала детям о самых важных правилах поведения вблизи энергообъектов, о безопасном обращении с электроприборами. Веселые конкурсы, игры, викторина и даже просмотр мультфильма – все это пришлось по душе ребятам, а желающие могли примерить на себя настоящий костюм электромонтера. В завершение всем участникам акции вручили подарки – это настольные игры с яркими рисунками. На них наглядно продемонстрировано, как избежать несчастных случаев, связанных с воздействием электричества. Я узнала много чего интересного. Нам в конце даже дали игру даже поиграть. Я хочу с братцами теперь проиграть. Дома приду и поедем играть. Я переодевался в костюм электромонтера и мне очень понравилось это. Мне очень понравилось это мероприятие. Там рассказывают все о электричестве, даже некоторые, что я не знала. Специалист нам рассказал о том, что нельзя делать, что можно делать. Этим мероприятием «Ромаирский филиал ПАО «Кубань Энерго» открывает целый цикл занятий по электробезопасности. Они будут проводиться не только в нашем городе, но и на территории пяти районов, находящихся в зоне обслуживания предприятия. Важность еще всех этих занятий, конечно, связана с тем, что у нас сейчас летнее время, у детей каникулы, много свободного времени будет. Какое-то время они будут находиться, но одни, наверное, без присмотра взрослых. И чтобы дети помнили о правилах поведения на энергообъектах, и не только энергообъектах, но и дома в быту с витрическими приборами. Торжественное открытие 8-го фестиваля национальных культур «Многонациональный Армавир» состоится 8 июня на городском водохранилище в 10.00. Праздничный концерт соберет представителей разных общин. В течение дня жители и гости Армавира увидят самобытные творческие выступления, яркие традиционные костюмы, в которых выражена культура народов, веками мирно живущих бок о бок в нашем многонациональном городе. От имени всех общин и диаспор города приглашаем вас принять участие в программах фестиваля, концертной программы, спортивные состязания, развлекательные мероприятия, национальной кухни, предусмотренные призы для победителей. Будем рады видеть всех горожан и гостей нашего любимого города.